Девушки отдыхают Я расскажу вам о некоторых секретах вышивки художественной гладью Смотрите, моя работа вышита множеством цветов И один цвет плавно вливается в другой В таких работах не нужно много нитки И не нужны вот такие огромные катушки Это 5000, а еще бывают тысячные катушки Их тоже слишком много одного цвета И чтобы не покупать огромное количество катушек Для просто художественной работы, небольшой Даже если у вас таких несколько работ И потом вы не уверены, те ли цвета вам понадобятся То есть каждого цвета понемножку И работа становится богатой Для этого я использую мулине, которая перемотана на маленькие шпульки Таким образом у меня получается тот объем нитки Который мне для этой работы нужен Ни больше, ни меньше И вот таким образом я их храню Разложенные по цветам И работаю уже с этими ниточками Для этого нам понадобятся мулине Обычные в пасмах для ручной вышивки Берите лучше хорошего качества Тогда ниточка не пушится Она красивее смотрится в стежках И не рвется И мы возьмем одну такую нитку Каждая пасма мулине состоится из шести ниток И нам нужно будет с вами отделить нитку И намотать ее на шпульку И так мы сделаем со всеми этими ниточками Что интересно, что на одну шпульку наматывается ровно 6 ниток одного пасма Для этого я покупаю сразу наборами шпульки Так они получаются дешевле Вот такие вот наборы использую И наматываю вот так вот разные цвета на шпульке Итак, я покажу вам сейчас, как ручное мулине намотать на шпульку Для того, чтобы его использовать как верхнюю нить В ручной машинной вышивке в художественной глади Я беру кончик один Проверьте, чтобы узелков никаких не было Бывает так, что пучок ниток стянут отдельной ниткой в узелок завязан Расщепляю эти шесть кончиков И отделяю один Держу вот так мягко Вот так горстью держу Вытягиваю этот кончик слегка Видите, ничего не путается и держится в такой горсти Наматываю на шпульку Фиксирую И начинаю разматывать ее Сейчас зафиксируется здесь кончик у меня Все И понемножку, помогая правой рукой Подаю ниточку И потихонечку вот так разматываю И подавая правой рукой нитку А левой просто держа эту горсть Не сжимая Не стягивая Я нажимая на педаль Аккуратно перематываю нитку на шпульку Не спешите Педаль надо очень медленно Плавно нажимать Чтобы не было резких скачков И вот так подаю ниточку Вот этот конец я растянула Он у меня лежит на полу аккуратно И вот так двумя руками подаю Немножко напоминает прялку То есть из шести ниточек мы делаем одну тоненькую Все, конец Смотрите, сейчас внимательно Одна намоталась Теперь я буквально с этого же края Беру следующую ниточку То есть у нас каждая нитка Наматывается на шпульку Подряд, одна за другой Ничего страшного, что у вас будет кончаться нитка Вы сразу же вставите, начнете следующую Следующую наматываем Следующая уже легче идет Видите, она сама Если ей не мешать, не путается Не сматывается никуда В узлы, она просто такой пружинкой идет Это очень удобно, потому что нитки не нужны В огромных количествах для художественной работы И у вас будет огромное количество оттенков под рукой Будете смотреть и выбирать, подбирать Не огромными катушками, а вот такими маленькими Маленькими шпульками У вас будет целая палитра под рукой Третья ниточка пошла Напомню, что у нас в ручном малине 6 ниточек Поехали Четвертая И остается у меня 2 Смотрите Как аккуратно и ровно все намоталось И последняя остается нитка И что самое удивительное, что ее хватает ровно на шпульку Одной такой пасма малине Не спешите Если петельки какие-то попадаются Распутывайте их Ну вот все, ровно катушка Дальше уже машинка не пускает даже ее То есть в аккурат Смотрите Вот нам для верхней нитки Для художественной глади Вот такая вот катушка получается Я ее кладу в свой набор И у меня перед глазами моя палитра Получается для вышивки Любые цвета в моем распоряжении И не нужно закупать В больших количествах нитки разных цветов Благодарю за внимание Приятного творчества Благодарю за внимание